Итак, всем привет, с вами ББГ, продолжаем играть в пакт Британика за главную страну этого мода, я считаю, Британию. И мы практически готовы к войне. Мы тут доисследуем еще некоторые вещи, но по постройкам у нас просто все застроено. Я, наверное, построю себе инфраструктуру, построю радары и буду переходить уже на просто конвертацию, наверное. Подконвертирую себе парочку десятков военных заводов. Ну, посмотрим, может еще нет, подумаю еще, как мы подойдем там, посмотрим. В общем, тут у меня торговля немножко не хватает, но это мелочь, мы сейчас это все пофиксим. Вот. И тренируем мы наши подлодочки, которые у нас снова, видите, здесь у нас весь флот оттренирован, его, в принципе, тренировать больше смысла нету, опыта у меня тоже, как бы, ну, более чем хватает на все нужные доктрины мне. И, видите, я даже, то есть я даже качался с этим, вот этим плюс 65%, но все равно у меня куча опыта, потому что, ну, куча флота тренируется. Вот, так что по флоту у нас продолжаем строить подлодки, я думаю, единственное, может быть, еще какие-нибудь эсминцы построю, потому что у нас эсминцев маловато для нашего вот этого линейного флота. Ну, глянем, глянем, просто надо еще конвой как-то прикрывать. А так, война начнется уже, дай мы, в этой серии, достаточно скоро, и мы к ней готовы. Поехали. Ой, экономическое здоровье еще лучше стало у нас. Ну-ка, еще плюс 5%, супер, это нам надо. Это нам надо, у нас очень много теперь производится, господи, здесь вот эта максим активность 100 к войне просто на всех странах, и это безумно сильно. И у нас просто готовы 3 полноценные армии, и я потихоньку делаю четвертую, и вот это нам немного людей, но мы ничего, не думаю, с этим поделать не можем, да. У нас нужна война, чтобы еще больше мобилизоваться, ну ладно. И теперь мы идем по фокусам в военную, собственно говоря, ветку, и я думаю, мы даже пойдем вот сюда, в столб от армии, потому что, господи, столб от армии это очень много, это две доктрины, либо просто помощь в реформе. И я думаю, мы успеем к войне реформировать вот так вот, и выкачать начать все доктрины, и это будет достаточно сильно, я думаю. И, конечно же, мы начинаем следовать самолеты. Технология 384, то есть всего лишь за год мы исследуем теху 39-го года. Подождите, 39-го? Нет. 4 года. И сейчас уже считайте 37-й, то есть 41-го. Здесь неправильные числа написаны. Абсолютно. Это технология 41-го года. Ладно, в любом случае мы ее исследуем всего лишь за год. Это просто невероятно сильно. Да. Поддержка от военной, смотрите, небольшая. Прекрасно. Мы сделали то, что мы хотели. Да, конечно, все еще нормально, и кап нас душит, но от этого будет импакт однозначно. И там Мексика начинает какую-то компанию в Северной Америке, но нас это мало интересует, там у них фокусов нету, и никак они на нас вообще не повлияют. Мы добавляем РСЗО в нашей дивизии, их все еще, конечно же, нету, не хватает, но мы сегодня будем достраивать это, чтобы я видел, сколько нам все еще не хватает. Такой войне, я думаю, полностью успеем все настроить. Нам не так много нужно для всего лишь поддержки. В дивизиях-то их все еще нету. Франция входит в Льеж. Ужасно, ужасно. Что можно это сказать? Кажется, возьми, Волония пропала с карт. В Германии ничего не делает. Там Казирина Элизабет первая. Блин, она вот этих протекает либералов. Обсуждаем, конечно, либералов в нашей реакционной вот этой стране Британии. Ну ладно. И всеобщие выборы у нас происходят. НПС, правящая партия, да? Не будем ничего менять. Дальше идет вперед, отлично. Итак, стимулы есть. Давайте сразу вот сюда, с толпота. И после этого мы начнем реформу. К войне мы плюс-минус должны успевать. Вроде я не очень помню, когда начнется. Где-то летом. Вообще нет, не совсем успеем, но где-то в середине сменим. Сменим. И мы получили опыт. Теперь мы делаем последнюю финальную реформу. Третью. Сто дней это займет три месяца. В принципе, да, у нас есть время. Это еще только май, июнь, июль. Там где-то под конец, да? У Франции фокус вот он. Он благилю, что к первому июню. То есть, в принципе, он еще занимает 35 дней. Мы к войне уже будем с реформой. Будем максимально боевыми. И, конечно, скачаем нашу арту. Потому что у нас вторая доктринка будет с противопеконной атакой будет просто. Безумная. Конечно, промышленные чертежи я краду невероятно. Улучшенная сула, там шифровка, дошифровка. Нет бы что-то здесь получить. Крадем всякую фигню. Ну, что украли, то украли уже. И мы, кстати говоря, достроили все военные заводы, всю инфраструктуру. И достраиваем сейчас уже чисто радары. Ну окей. В принципе, меня все это устраивает. Вот так вот мы будем строить. И у нас все еще есть слады для строительства. Точнее, будут сейчас мы это достроим, появятся. Значит, надо подумать, надо ли нам что-то еще. Теории, наверное, нет. Ну да. ПВО. Нет, не знаю, не ПВО. Авиабазы, что ли? Так-то нам особо ничего не надо. Ну да, авиабазы вот здесь, а потом давайте, ну и ПВО уже застроим. Что нет-то? Все равно есть что строить. И нам еще надо будет по военке потом сюда прийти. Здесь еще 2% населения и еженедельно плюс 500. Это тоже очень круто. Хотя вот это уже не так сильно круто. Ну, допустим. Хотя здесь можно на демократический мандат выйти. Ну, это все равно неинтересно, конечно. Так что мы выходим вот сюда пока что. Смотрим, что здесь есть для армии. Не сильно, не сильно. Есть небольшие бафы флота, небольшие бафы айасы, но для армии ничего. Что, я думаю, мы возьмем вот это, потому что, ну, здесь непосредственно бафы нашей армии. Вот это тоже, потому что получаем опыт, это нам надо. Все 2 фокуса. И потом пойдем чисто вот это докачивать, чтобы 2 населения побыстрее получить в войне. Смотрите-ка, у нас есть машина поражения. Теперь мы можем с нашего спутника, который мы вывезем, мы все еще не вывели никакой спутник, мы можем бомбить рожские дивизии. Это звучит очень интересно. А еще мы начинаем уменьшать поддержку войны в Испании, чтобы она быстрее капнула. И вот оно. Война в Европе. Вторая Великая Война. От вырвался на свободу. Сказаться голландского кризиса. И да. Началось. Началось, значит, мы что делаем? Мы поддерживаем Германию. Кажется, что в этом конфликте операция Плантагенет. Какие-то лазеров происходят, непонятные. Ну ладно. Авиация пускает не тренится больше. Нам он еще пригодится. Вот это вот, давайте поднимемся сюда. Это нас в боях особо участвовать не будет, а вот это мы не пополняем, вот это устрелы. Вот здесь тут уже самые современные самолеты. И мы производим еще больше этих современных самолетов. Минуса у нас только при активной артиллерии, что нормально. Так что окей, и у нас есть, собственно говоря, теперь спутник с оружием. Как их только использовать. По-моему, здесь вот есть кнопочки. Нет. Не оно. Странно. Ну ладно, может потом узнаем. И мы уже можем прийти в войну. Конечно, мы заходим в войну. И сразу же давайте мы наши, собственно говоря, самолеты пересылать везде. И отправлять куда надо. Начнем со стратегов. Стратеги будут бомбить Францию. Штурмовики всякие, авиация поедет помогать. Вот здесь вот в Бенелюксе обязательно. И, конечно же, Германии в том числе. И еще надо сразу не забыть поставить здесь расширенный призыв. Поставить здесь, пожалуй, военно-экономик всеобщей не буду, потому что у меня и так ТНП нету. Да. Там только можно было бы баф на скорость постройки военных заводов. Но мне это не надо. ТНП, вот допустим, это можно потратить еще. И стоимость как будто доктрины тоже вот здесь вот. Потому что у нас скоро доктрина пройдет еще 18 дней. И мы начнем качать ее вот там. Супер. Итак, наши подводные лодки отправляются сразу кошмарить Францию. Кошмарить, я думаю, Иберию. Вот так, что ли, пожалуй. Как-то. Сразу сюда мы Адмирала должны поставить, но у нас его нету. Давайте поэтому возьмем здесь вход плюс два левела. Теперь поищем командующих подходящих. А что-то перков хороших не прокает. Ладно. Ну-ка, вот так-то... Хочется у меня вот этот... А весь диспетчер, в принципе, мне не надо, у меня не будет. Во. У этого размещения максимально и атака хорошая. Супер. Этот нам пойдет. Эти все ребята вот так. Этот становится вот так. Эсминцев половину, я думаю, мы... Правильно. Даже не половину, а половину половины. Мы отправим вот так вот на защиту конвоев. И... Этот будет уже помогать, где будет непосредственно битва. Я думаю, так вот наш нормальный будет распределен. Ну и плюс мы потихоньку будем увеличивать количество наших подлодок. Так что... Так вот еще не отступать никому. И... Возможно, эсминцы еще будем строить. Ну и мы сейчас ждем мобилизации. Чтобы больше и авиации выставить, и армии вот сюда. В Германии нет вообще войск на Восточном фронте. Значит, нам нужно бежать туда, его прикрывать срочно. Потому что сапады, вроде как, они держат. Очень опасное перемещение дивизии, кстати говоря. Но у нас есть прикрытие, слава богу. И вроде как, мы должны доехать спокойно. И начинают наши подлодки уже потихоньку работать по их отбоям. Здесь можно перейти в атаку, здесь можно перейти в атаку. И нам еще нужна была бы авиация. Давайте вот сюда. В Испании. Вот отсюда, пожалуй. Отлично. Вроде как, все более-менее. Вот это можно отправить, пожалуй, вот сюда. Ну, вроде как, у нас все отлично. Не хватает, конечно, людей... Ну, не хватает авиации, но авиации не хватает, потому что не хватает людей. Как бы это ни было забавно. И не хватает топлива. Я вижу, чтобы вот этот флот в нас мог сражаться. Топливо мы, давайте, пожалуй, купим у Акати. Это наша... Наша марионетка, вроде как. У нее британский флаг. Хотя топливо покупается так же, как и у других стран. Да. Я ждал что-то повкуснее. Ну да. Ну давайте у них. Больше особо вариантов тут и нету. А вот Российская империя объявила войну Германии. У нас раз армия сюда поехала. Два армии давайте-ка выезжают вот сюда. Нужно держать просто восток. И тогда все должно быть, ну, хотя бы более-менее нормально. Так, продолжение Лондонского комитета. Мы должны быть единые, готовы. Ага, ага. Что будет лучше? Будет ли нам британцам? Обязательно будет. Так. Здесь вроде как немцы держатся. Надо, конечно, еще больше авиации отсюда закинуть. То есть, опять, мы ждем. Люди мобилизируются, люди приходят по еженедельным этим штукам. Нужно просто продолжать воевать. Психоньку мы заполним все. Хотя пускай сразу сюда едут. И у меня ОБС сожрал 10 минут записи. Я сейчас закончил уже серию 5 октября. Серия не завершается. Видео не открывается. Я удаляю процесс. Остается там 11 минут из 24 минут записи. Неприятная ситуация. Но мы просто дополним 10 минут из того, что уже произошло. В принципе, ничего сильно большого не произошло. Давайте я вкратце вам расскажу, что произошло за эти 2 месяца. Мы забрали Марокко. Я сейчас перебрасываю из Марокко армию в Испанию. Потихоньку мы душим Испанию. Германию просто протрахивают хорошенько так на западе. На флоте, конечно, у нас все шикарно. Топлива постоянно не хватает. Но я поэтому взял и разделил флот. По-моему, я это сделал уже за эти 2 месяца. На две части наш боевой и только половиной пользуюсь. Потому что слишком много. Иначе можно, кстати говоря, заметно сюда поставить полезный перк. Вот, на востоке просто жестчайшая битва. Постоянно непрекращающаяся. Россия атакует просто нон-стопом. Постоянно форс-атаки нажимает. Я думаю, у нее потери уже какие-то гигантские. Да, так и есть. У нас же на самом деле небольшие. И большая часть от Испании. Ну да, потому что мы здесь вот воевали. Я, кстати говоря, вот все это время забывал поставить вот так. На своем фельмаршале. Так что мы немножко по снабжению периодически горели. Но уже все окей. И Испанию мы потихоньку добиваем. Сможем выйти туда, так сказать, Франции. Что шикарно. Лутки наши прекрасно работают на самом деле. Я вот ими очень доволен. Мы поддержку войны этим тоже очень выбиваем. Смотрите, как минус 4% уже. Ну и все. Падает и падает поддержка войны. Потери падают. Бомбардировки падают. Справляемся мы отлично. Германия, я думаю, сможет продержать запад. Там, конечно, войск просто... Ну что это такое? Одно ополчение там какое-то. Ну, дивизии наших союзников уже, наших сателлитов, салов и колонии туда уже отправляются. Что ж. Окей. Ну, восток мы держим своими войсками и готовим постепенно еще одну армию, которая пойдет уже на запад. Ну, пока она приготовится, это еще, конечно, время. Можем мы, смотрите, комиссию в Великой Порте сделать. Нажимаем. И Ангел Португальский Союз. Это у нас Османова сейчас пригласим в наш альянс. И, наверное, туда авиацию пришлем. Но все еще мы ждем мобилизации побольше людей. У нас расширенный призыв. Так что пока что у нас все еще мы не так много можем развернуть. Битва вообще в воздухе сейчас происходит жесткая. Очень. Но мы однозначно побеждаем просто потому, что у нас Османова получше следующего тира. И, конечно же, кстати говоря, нам бы пора доктрину выкачать. Самоверенный генерал-штаб я не убрал. 35% там еще есть. Все еще. Это, кстати говоря, микро ошибка. Но флот можно выкачивать. Плевать. Там подокринным. Но вот наземные и воздушные быты лучше не качать так. И тут французы прям прорываются в сердце Германии. Нам нужно туда какие-то войска. Забросить. Еще дополнительно. Но я чувствую, что из Испании я потом какой-нибудь корпус может переброшу. Либо я просто буду пушить француза так быстро, что испанцы... Точнее, что французы придутся на Испанию перебрасывать свои войска. Так или иначе, я думаю, мы справимся. Ну и единственное, что вот, господи, как же людей не хватает. Как же у нас их мало по сравнению с нашей промышленностью, скажем так. Ну 0 ТНП, конечно, в этом моде у всех почти что странно возможно. И благодаря этому промышленность просто космическая у всех. Мы будем сейчас качать флот, потому что нам нужно доктрины выкачать. И османы хотят, чтобы мы зашли в их войну? Да. И таким образом мы им закинем что-нибудь, но не прямо сейчас. Хотя, в принципе, можем прямо сейчас где-нибудь здесь какие-нибудь мелочи им закинуть. Им это уже, я думаю, будет очень кстати, скорее всего. Потому что, ну, здесь пока вообще ни у кого авиации нету. Если мы сюда пришлем, то разница начнет появляться. Ну, в этом парне можно выкачать мастера снабжения, значит мы, конечно же, выкачиваем. И мы добили Испанию на севере. Сейчас добьем ее на востоке. И мы реально выйдем к границе Франции. Потребилось это все уже оставить на следующую серию, но ОБС сказал иначе. Немцы все пытаются оставить Францию, но не успешно. Но на востоке мы останавливаем успешное российское наступление. Хоть, я думаю, и достаточно дорого. Ну, не дороже, чем для них это происходит. Кстати говоря, это только на наземную и морскую есть стоимость. На воздушную-то нету, так что мы выкачиваем. А у нас вот сюда есть баф. В целом, это хорошая дока. Но мне кажется, надо идти во вторую, потому что у нас и так будет присутствовать в воздухе абсолютное, да? Поэтому мы погнали во вторую. Почему бы нет? И по тени Испании нужно найти лояльного сотрудника, который поможет в восстановлении спецкой нации. Бак становится слабее. Так, временное испанское правительство, отлично. Пересмотрите-ка. Вот эта армия справляется. Давайте-ка здесь добьем. А куда вы отступаете? Есть информация? Все, мы их удалили, отлично. Теперь мы отсюда сейчас будем наступать во Францию. Вот таким вот образом. А вот эта армия, пожалуй, пойдет... А слушайте, мы еще и с Нидерландами воюем. Любопытно. Видимо, и с нами, и с французами воюют. Вот эта армия пойдет спасать Германию, я думаю. Вместе с вот этой вот, которая все еще обучается. Сюда резервы тоже приезжают, обычные новые люди. Так это мне пока не нужно. Ничего. Надо было только вот так вот сделать. Господи, это тоже мы все не сделали. Но ладно уже. И еще лучше будем удержать. Потому что, видите, нас потихоньку пушат все еще. Пушат. И у нас, кстати говоря, люди в плюсе. Истребители. Значит, поднимаем воздух. И здесь нажимаем быстрое планирование, чтобы они быстрее спланировали на свое наступление. Перебрасываем туда еще дополнительную авиацию. Кстати говоря, Испания, да, вступает сразу в войну. И можем начинать здесь атаковать их сами. Ну, еще истребители тоже сюда. Радио присутствия в воздухе. Ну, здесь прям ситуация, слушайте, с каждым днем становится все страшнее. Но, ну, кончат скоро, но кончатся они же. Рефон уже кончаются, но, ну, закончатся. Уже полтора миллиона потери должны закончиться. Обязаны. Ну, и наше наступление на юге Франции потихоньку продвигается. Здесь, кстати говоря, нас не нас, точнее, а немцев душат. Но, слушайте, так это они ошибку сделали критическую. Сейчас мы разберемся здесь. Британцы прибыли, значит, все спокойно. Выбиваем потихоньку вот эти вот дивизии, которые подумали, что они слишком хороши для этого мира. И ликвидируем их. Ну, так. Где-то с десяток мы убили. Приятно. Французы несут огромные потери. Мы тем временем закрываем здесь фронт полностью. Сейчас они займут позиции. Пускай попланируют немножко, а потом можно переходить в атаку, я думаю, будет. Здесь мы, кстати говоря, нам союзники тоже еще помогают. Тоже будем сейчас окружать. Франция теряет весь свой юг. Я думаю, достаточно скоро она сдастся. Потому что поддержка войны капает, капает. И уже наши, так сказать, шпионы в уши льют всем, кому можно, что раздаваться. Эта война ни к чему хорошему не приведет в Францию. Задавайтесь. И более того, мы еще и на территорию Италии зашли, господи. Наши войска прям совсем загулялись. Но почему бы нет? Почему бы нет на самом деле? Знаете, как-то вот так, наверное, поставим их. Франция, Италия скоро падут. Россия пытается нас атаковать неуспешно. Я думаю, мы перейдем в один век в контратаку. И на Западном фронте после победы мы все эти войска сможем отправить на восток. И еще, наверное, часть в Турцию. Потому что этим ребятам тоже бы помочь. Отсюда можно будет пойти ударить по российской нефти. Это тоже будет полезно и приятно. А на этом, я думаю, все-таки подзакончу уже видео. Чуть-чуть оно будет покороче, чем обычно. Потому что, как я и сказал, 10 минут просто из него выпали, к сожалению. Ну, в любом случае, ребят, с вами был Допгейм. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, группа Дискорда. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Пока.